В этот момент, видя страдания Маши и то, как она реально рискует жизнью, я представил себе жирные и пробитые рожи функционеров гиревого спорта, огульно охаживающих всё новое в гиревом спорте и всё то, где нечем поживиться. Их бы сюда, в эту пещеру, к змеям и паукам, лягушкам и летучим мышам. Может быть, в них проснулось бы что-то человеческое, нормальными людьми стали бы. Прошло 45 секунд, и на счёте 29 Маша уронила гирю и обессиленно опустилась на каменное основание пещеры. Резкая боль вынудила её прекратить упражнение. Болели послеоперационные швы, болело всё внутри. Евгений помог Маше подняться на ноги и по скользким камням выбраться на верхнюю часть пещеры. Я взял гирю. Нам надо было ещё выступить совместно с Машей. В нижней части прохода, вглубь пещеры, этого сделать было нельзя. Так как два человека рядом там не поместятся. Решили своё совместное выступление. Похоже на Шутников. Да, блядь, ты похож. Так, вот ты уже меня пропустил в следующий раунд, к сожалению. Я знаю. Вот такая вот музыка. Такая, блин, личная молодость. Это не Дед. А может быть без времени, чё, я дочитаю. Нормально. Давай. Крусть как называется? А откуда? А что или на одном? Не надо. Глеб Нагорный. Флёр. Роман Файл. Сейчас распакуем. Понеслась. На одном снимке, оставленном быстродеем, была запечатлена бутылка водки и удаляющиеся ноздря. Фото именовалось «Я» и «Абсолют». «Я» с большой буквы, «Абсолют» с маленькой и без кавычек. Вторая фотография была групповой. Между двумя гунявыми размывами сидит придушенная бледнокудрая лайкра с бироксидной чёлкой-чупруном на один глаз и брошкой на груди в виде ночной бабочки. Одно колоковидное пятно держит на излёте вилку с рыбиной, другое, кастетное, с раскатанными губёхами, размазывает по лицу панельщицы туш. Фото мы с севрюгой. Третья и четвёртая были скромными. Одна полностью чёрная, другая — алая. Назывались они одинаково. Судя по всему, тут быстрокею воображение отказала. Икра — три литра. Пятая же отображала некоего брюхатого типа. Брюхатого! МОНЕ Bailey. Субтитры сделал DimaTorzok!